Всем привет ребят! Вы находитесь на канале Интересно на факт. Сегодня мы разберем факт по поводу изучения Хокинга. Каким образом изучение Хокинга приводит к испарению черных дыр. Что с ним в принципе связано. Я не буду долго затягивать, а мы начинаем. Что такое изучение Хокинга? Чтобы разобраться в том, что такое изучение Хокинга, мы должны сперва понять, что такое определение. Как пустое пространство в природе не существует. Даже бездонный космический вакуум представляет из себя пространство, заполненное частицами. Которые спонтанно появляются то там, то сям и так же спонтанно затем исчезают. Это то, что говорит нам странный мир квантовой механики. Эти частицы представлены в виде пары частица-античастица. Обычно они сталкиваются почти мгновенно и уничтожают друг друга и спускают только фотон. Однако, когда это происходит сразу, на горизонте события одна частица попадает в черную дыру, а другая ускользает. Для сохранения энергии частица, падающая в черную дыру, должна обладать воспринимаемой отрицательной энергией. Поскольку отрицательная энергия означает отрицательную массу. Из нас знаменитого принципа эквивалентности массы энергии Эйнштейна. Отсюда следует, что масса черной дыры уменьшает. Это означает, что если черная дыра не принимает никакого другого вида энергии, она будет снижаться, пока не исчезнет. Вот почему изучение Хокинга также известно, как испарение черной дыры. Информационный парадокс. Это приводит к множеству различных парадоксов, например, к информационному парадоксу. Этот парадокс объясняет, почему изучение Хокинга, по-видимому, противоречит общепринятому научному принципу. Информация никогда не теряется. Если вы возьмете замысловатую картинку, например, Мишка в лесу, Шишкина, и сожжете ее, то незакон, который запрещал бы собирать картинку заново из сгоревших продуктов. В сгоревших продуктах содержит точно такая же информация, какая была до того, как она была сожжена. Однако, когда мы берем черные дыры, этот принцип, по-видимому, исчезает. Это происходит потому, что излучение Хокинга исходит не от материала внутри черной дыры. Когда материя внутри черной дыры теряется, мы знаем, что она не могла быть потеряна из-за излучения Хокинга. Поэтому, когда черная дыра сжимается, мы можем показать, что информация внутри черной дыры просто исчезает. Подобный парадокс. Чрезвычайно плодотворная область исследования для физиков. Это способ материи, природы, сказать, вы упускаете что-то важное. И будет любопытно посмотреть, куда заведет нас это невероятно интересное направление исследований. Удивительно, насколько сильно наше понимание Вселенной продвинулось и поменялось с начала 20 века. В 1900-х годах физики только начинали раскрывать квантовую природу реальности. Еще не вышли за пределы ньютонского понимания гравитации, не подозревали от таких астрономических объектов, как черные дыры. В 1970-м космологи уже представляли себе Вселенную, управляемую принципами общей теории относительности, начавшую свое существование с большого взрыва, заполненную галактиками, звездами и их останками, а также ее квантовую природу и удивительно точно описываемую солнечную модель. А в 1974-м году Стивен Хокин опубликовал революционную научную работу, то есть, которая исследовала, что черные дыры не будут существовать вечно. Они должны испаряться в результате процесса, которому присущи как квантовые, так и реалистичные характеристики. Сегодня мы называем иглоизучение Хокинга. Но как конкретно оно работает? К сожалению, даже в книге самого Хокинга, краткая история его времени в целом интересная, дает, наверное, популярное объяснение этого эффекта. Сначала, с того, как образуются черные дыры. В черные дыры может схлопнуться большая облака газа или чрезвычайно большая звезда. Также плотное невестное тело, например, бывшая звезда, может поглотить достаточно массу в результате окреции. Как вариант, черная дыра может появляться после слияния двух нейтральных звезд. В общем, как только в достаточно маленьком объеме соберется достаточно много массы, у этого объекта появится горизонт Соботы. Оказавшись на его поверхности, внутри у него никакой сигнал уже не сможет вырваться наружу, даже если это будет двигаться с максимально допустимой скоростью скоростью света. Все, что попадает внутрь горизонта Соботы, неизбежно притянется к центральной сингулярности. У любого объекта снаружи, если у него будет достаточно энергии и скорость, направленная в нужную сторону, будет возможно вырваться из гравитационного колодца. Это верно для всех реальных частиц, фотонов, электронов, протонов и т.д. Однако, по всей квантовой вселенной существуют квантовые поля, в том числе, если они на границе горизонта Соботы, одна из распространенных визуальных происхождений рисует нам спонтанное появление пар частиц античастиц, сходящей благодаря неопределенной паре энергии времени. Эти пары появляются на чрезвычайно коротком промежутке времени. Стация квантовых полей реальна и происходит даже в отсутствии поблизости других настоящих частиц. В контексте квантовой теории поля состояния квантового поля с минимальной энергией существует отсутствие частиц, возбуждение состояния с более высокой энергией соответствует наличию частиц или античастиц. Принято демонстрация этого года так, чтобы пустое пространство заполняло парами частиц античастиц, чтобы соответствовать законам сохранения, которые то появляются на короткое время, то снова исчезают в бакууме. Наиболее распространенное и, наверное, объяснение эффекта изучения Хокинга, сделанное на основе аналогии с появлением пар частиц античастица. Если одна частица из пары падает за горизонт, свободные черные дыры в другах с положительной энергией бегают наружу, то черная дыра теряет массу, изучая при этом что-то наружу. Такое объяснение данное самим Хокингом дезинформировало поколение физиков и обывателей. Именно отсюда появляется распространенное и, наверное, представленное об испарении черных дыр. Хокинг утверждает, что подобные пары появляются повсюду. Если они появляются внутри черной дыры, они просто аннигулируются, ничего не происходит. Если они появляются вдалеке от черной дыры, происходит то же самое, но если они появляются вблизи горизонта Собот, одна из частиц может упасть в черные дыры, а другая избежать этой части и унести с собой реальную энергию. На этом основании он утверждает, что черные дыры теряют массу, распространяются и порождают излучения Хокинга. Если бы это было действительно так, тогда излучение Хокинга состояло бы на 50% из частиц и на 50% из античастиц. Поскольку кто из частиц упадет в черную дыру, а кто нет, определяет случай, кроме того, все излучения Хокинга исходило бы от горизонта Соботой. А у каждого кванта излучения черной дыры должно было бы быть огромное количество энергии. Ему ведь пришлось бы убегать почти с самого горизонта Соботой. Забавно. Но все эти предположения на самом деле не верны. Излучение Хокинга состоит в основном из фотонов, а не из смеси частиц и античастиц. Происходит оно из большого участка расположения вне горизонта Соботой, с радиусом 10-20 раз больше, чем у горизонта Соботой. При этом у изученных квантов генетические энергии различают то всего на несколько порядков и не так уж и больше. Почему Хокинг решил дать такую ущербную и неправильную аналогию, этот секрет он унес с собой. Выбор довольно странный, учитывая, что такое объяснение не имеет ничего общего с правильными данными им в его научных работах. Из неправильного пояснения вытекают неправильные частицы, неправильные энергетические спектры и направленные источники, что еще хуже. Целое поколение возобывателей физиков неправильно представляет себе процесс изучения. Жаль. Жаль. Реально, научная история и посложнее зато расставляют все по местам. Аналогия с появлением пар частиц-античастиц есть только правды. В квантовой теории в поле можно помоделировать энергию по устойку пространства при помощи диаграммы. Однако, это просто вычисление методов. Эти частицы не настоящие, а виртуальные. Они не появляются на самом деле, не взаимодействуют с реальными частицами и их никак нельзя обнаружить. Одни и те же законы физики, описываемые одними и теми же уравнениями и фундаменталами, константами, действуют во всех точках пространства, во всех моментах времени, по всей Вселенной. Поэтому, для любого наблюдателя, энергия пустого пространства, возникающая из этих квантовых полей, одни и те же законы физики, описываемые одними и теми же уравнениями и фундаменталами, константами действуют во всех точках пространства, во все моменты времени, во всей Вселенной. Поэтому, для любого наблюдателя, энергия пустого пространства возникает из этих квантовых полей, или как еще называют, энергия нулевой точки, или просто нулевая энергия. Будут одинаковые, однако, согласно теории, относительности разных наблюдателей могут по-разному воспринимать реальность, если они будут двигаться друг относительно друга, или находиться в местах пространства с разным кривизной и пространством времени. Если вы находитесь бесконечно далеко от любой массы во Вселенной, не двигайтесь с ускорением и кривизной. Пространство времени в вашей точке можно понепречь. Вы получаете нулевую энергию, если наблюдатель находится вблизи горизонта Собот и Черной горы в свободном падении. Он тоже сможет изменить значение нулевой энергии. Если вы сравните ваше измерение, кажется, что значения получаемы разные. Вдруг в этих местах нулевая энергия будет отличаться, и все будет зависеть от разницы в кривизне пространства-времени. Именно на этом основан феномен изучения Хокинга и процесс его вычислений. Обычно вычисления в рамках квантовой теории поля проводят предположения по плоском пространстве. И чаще всего это приближает до работы не только вблизи горизонта Собот и Черной горы. Стивен Хокинг не знал, и поэтому в 1974 году впервые выявил формулу для излучения именно так. Почитав разницу между нулевой энергией и квантового поля в искривленном пространстве. Вблизи черной дыры и нулевой энергии бесконечно далеко, точно в плоском пространстве. Результаты этих вычислений позволяют определить свойства излучения, исходящих от черной дыры. Излучение появления не только на самом горизонте Собот, но и во всей искривленной пространстве вокруг него. Температура излучения зависит от массы черной дыры. Чем больше масса, тем меньше температура. Вычисления предсказывают, что спектр излучения будет как у абсолютно черного тела, из чего можно сделать вывод об энергетическом распределении и фотонах. Если же у них будет достаточной энергии, могут возьмем три массовые частицы с античастицами. Особенно часто выпускают первый пункт, что излучение Хокинга появляется не только на самом горизонте Собот, но и на большом участке управляют черными дырами, на котором кривизна в пространстве выражения достаточно сильная. Хотя на большинстве пояснительных иллюстрациях показывают, что центр излучения Хокинга черной дыры появляется на самом горизонте Собот. Будет изобразить его появление в объеме радиусов 10-20 радиусов. По мере удаления от центра черной дыры, излучение появляется все реже и реже. Интересно, подобное излучение возникает везде, где есть некий горизонт. Это не обязательно должен быть горизонт Собот и черной дыры. В Лене есть логический горизонт, расстояние с которого можно получить информацию, оно существует из-за расширения Вселенной. Наличие и свойства темной энергии с точки зрения неподвижного наблюдения вблизи эдского горизонта будет постоянно идти топливное излучение. А значит, в этот момент будущая Вселенная будет заполнена крохотным количеством излучения абсолютно черного тела температуры от 10 до 30 км. Чема чрезмерного упрощения объясняет Додд Хокинга со спонтанным появлением пар частиц-античастиц состоит в том, это поедино удобный вычислительный инструмент, на самом деле происходит в физическом реальности. Не вблизи черной дыры действительно есть. Частица-античастица, извлеченная из пустот вакуума, там нет. Виртуальные частицы или античастицы с отрицательной энергией не падают в черную дыру. Вообще никакой реальности массовой частицы в рамках изучения Хокинга не появляется. Пока черная дыра почти полностью не испарится и энергии излученные не повысятся до достаточно большого уровня. Произойдет частица-античастица, будут появляться в количествах в соответствии с законом физики. Вообще в предпочтении тому или иному закону. В деле искребленное пространство, окружающее вокруг черной ныне, постоянно порождает изучение благодаря градиенту кривизны. Сточником энергии для этого процесса служит самая черная дыра. Кстати, горизонт с опытой черной дыры со временем постепенно сжимается. Увеличивается процесс суражения Хокинга. Эти черные дыры усыхают не потому, что в них падают виртуальные частицы и переносится отрицательная энергия. Четная фантазия, поддержившая неверную аналогию. Дыры испаряются и теряют массу, потому что уходящая вместе с излучением Хокинга энергия медленно уменьшается. Ну, пространство вокруг черной дыры, когда пройдет достаточно времени. В случае черной дыры и реалитичная масса излучения Хокинга приведет к полному испарению. Все время действительно сильно искривлено. В зонте горизонта Собот и черной дыры. Синцем квантовой неопределенности действительно играет важную роль в обновлении вселенной. В случае Хокинга спускает частицы и античастицы с горизонта Собот. Какие частицы из пар частиц античастицы не падают в черные дыры. С собой отрицательную энергию. Включение не является эксклюзивной характеристикой только черных дыр. Я знал обо всем этом, но почему-то выбрал другие объяснения. И теперь нам приходится жить с последствием его решения. Включение физика в любом случае получается такой, какая есть. И пытается отражать реальные максимальные точки.